Программа «Обратная связь» 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 Не один год наш гость работает в сфере молодежной политики, поэтому я думаю, что разговор получится очень интересным и увлекательным. Предлагаю тему нашего интерактивного голосования. Как вы считаете, какой поддержки от государства требуется молодежь? В трудоустройстве, в обеспечении жилем или же в реализации инициатив. Телефоны для голосования видите на своих экранах, звоните, выражайте свое мнение. Нам действительно интересно, что же вы думаете. Наталья Валерьевна. Международный день студента наши коллеги, конечно, не могли пропустить. Анна Золотухина побывала сегодня в одном из вузов нашего города. Давайте посмотрим сюжет и уже окончательно погрузимся в тему и переступим к нашему диалогу. Это только с виду кажется, что они просто забавляются. На самом деле ребята проводят тренинги по сплочению команды. Ведь они как лидеры ведут за собой остальных студентов. И таких активистов в педуниверситете уже около полутысячи. Причем в самых разных сферах. Кто-то занимается волонтерством, другие – организации мероприятий, третьи – разработкой социальных проектов. Нынешние студенты увлечены не только учебой. Их интересует гораздо больше. Мы сейчас очень озабочены современным состоянием дел, состоянием нашей страны, нашими проблемами, которые у нас сейчас существуют. Это и экология, и патриотический настрой молодежи, и абсолютно все вопросы. И сейчас наши студенты максимально сил своих отдают для того, чтобы решить эти проблемы. Например, сегодня ребята проводят акцию «Откажись от курения». Развешивают плакаты, раздают листовки. Кстати, волонтерство среди студентов все больше набирает обороты. Уже стало модным участвовать в различных добровольческих делах. Волонтерство, оно учит и воспитывает современную молодежь. Ребята понимают, что такое толерантность для начала. Мы собираем, к примеру, помощь отказникам, вещи собираем. То есть мы неравнодушны. И это, в первую очередь, нужно и нам, и нужно общество. Мы готовы помогать. А вот четверокурсница Елизавета – командир штаба студенческих отрядов. Девушку слушаются и бойцы парни. Ежегодно они во время трудового семестра подрабатывают в детских лагерях. Кто-то пробует себя проводником, кто-то строителем. Ребята ищут себя, ребята практикуются в разных родах деятельности. Даже если он педагог, он может пойти, побыть строителем или в сервисный отряд пойти. И, возможно, даже потом связать свою профессию именно с этой деятельностью. Ребята нарабатывают опыты, ищут связи. Ну и зарплаты тоже, конечно же, это большой плюс. Целей у активных студентов педауниверситета много. Одна из самых желанных, как признались ребята, попасть на всемирный форум в Сочи, который пройдет в следующем году. А вообще, многие из нынешних лидеров вуза мечтают в будущем стать руководителями властных структур, чтобы на более серьезном уровне решать проблемы оренбуржцев. Здорово, что у нас такая социально активная молодежь. О всемирном фестивале в Сочи мы, конечно же, сегодня поговорим. Тема очень интересная. Наталья, давайте так вот без отчества, по-молодежному. Школе у нас сегодня день студентов. Говорим мы сегодня о молодежи. Расскажите, какие основные направления молодежной политики в нашей области существуют, как они разрабатывались и на что направлены? Ну, я хочу в первую очередь поздравить всех оренбуржцев с праздником Днем студентов, по той причине, что студенчество это молодость, это живость, вот та, которая сохранит. Поэтому, наверное, это праздник абсолютно всех тех людей, кто когда-то был студентом. Ну, практически все из нас были студентами, поэтому... Да. И то, что касается вашего вопроса, молодежная политика в регионе в ноябре отмечает 26 лет. Как развивается, как установилась. И всегда, во все годы приоритетными направлениями государственной молодежной политики была поддержка, социализация молодежи. Именно меры, которые направлены на то, чтобы молодые люди развивались, были патриотами своей страны, хотели учиться, строили жизненные перспективы и планы. И поэтому приоритетом будет и патриотическое воспитание, и поддержка творческой, талантливой молодежи, и формирование трудовых качеств, и развитие, привитие вот этих качеств, которые способствуют здоровому образу жизни. Ну, как мы видели, да, откажись от курения, какие-то акции, которые проводятся. Да, 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 да. То есть, вот такие вот моменты. Бесспорно, есть нормативные документы, бесспорно, есть нормативные акты. В настоящее время, вы знаете, и это активно обсуждается, что на всероссийском уровне нет еще закона о государственной молодежной политике. И, в общем-то, наш регион один из первых принял закон Оренбургский о государственной молодежной политике. Было это в 2006 году. Кстати, закон этот определяет возраст участников, основные фундаментальные вещи. И разрабатывался молодыми учеными, молодыми юристами, то есть и обсуждался тоже в молодежной среде. В настоящий момент мы, конечно, бесспорно руководствуемся и стратегией государственной молодежной политики, которая принята до 2025 года. И вот это вот основные базовые вещи, но в молодежной политике нельзя говорить о том, что вот какие-то вот жесткие такие рамки, да, потому что каждый регион имеет свою особенность, свои направления развития и свою какую-то уникальность. Да, потому что даже если посмотреть на территорию Оренбургской области, каждый район, он развивается с какой-то своей индивидуальностью. Где-то в сельских районах направленность больше, например, там, на сельскую молодежь, да, на какие-то их особенности. Поэтому здесь вот такая гибкая система, которая позволяет вот подключать молодежь, работать с молодежью. Вот как раз вот о гибкости. Вы, в принципе, упомянули, что закон Оренбургской области разрабатывался с участием вот молодых специалистов, молодых юристов. Вот, в принципе, как рассматривается, как разрабатывается вот направление молодежной политики? Это привлекает ли туда молодежь вот как бы в широком смысле? Есть ли какая-то обратная связь? Актуальны ли получаются вот эти вот направления, актуальны те проблемы, которые в законодательных актах, нормативных актах рассматриваются? Ну, во-первых, есть ряд мероприятий, которые направлены именно на вот такой вот срез для того, чтобы узнать потребности молодых людей? В первую очередь, это на наших молодежных мероприятиях, на форумах с участием и школьников. Это у нас в области работает, действует детская общественная правовая палата. С участием молодежи студенческой, работающей мы проводим обсуждения, презентации приоритетных направлений, которые действуют у нас в Оренбургской области. Кроме этого, ежегодно мы проводим референдум детский и молодежный, где ребята сами формулируют вопросы по тем или иным, по той или иной проблематике для того, чтобы отследить, что беспокоит молодых людей. Кроме этого, у нас есть традиции. С 90-х годов мы сотрудничаем с учеными-социологами и ежегодно мы проводим объемное такое исследование, в котором принимают более тысячи молодых людей с территории Оренбургской области. Формируется такой доклад о приоритетах, о проблемах молодежи, который мы ежегодно обсуждаем на наших коллегиях с участием муниципальных специалистов органов по делам молодежи. И уже на основе этого доклада мы строим свою работу на следующий год. Примерно понятно, что у нас будет на следующий год. Есть у нас первый телефонный звонок, может быть, студенты звонят, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Да, здравствуйте. Сейчас кто вопрос задавал, ушел. В данный момент отвечает папа, значит, Шалин Ислам Октябрьевич. Да, да, ваш вопрос. У меня такой вопрос. Сейчас, конечно, по поводу поддержки молодежи, я согласен, что они учатся, получают образование, но по окончанию вуза или техникума они не могут трудиться. У нас заводов нету, все остановлены, ничего не работает. Вот у меня старший закончил АГУ технологии металлообработки. У нас ни одного нет, абсолютно такой специальности нигде устроится. Закончил Группинский, вот сейчас на газозаводе работаю, хорошо благодаря этому. Младший по специальности устроился. Но везде один вопрос стоит. Нету трудоустройства молодежи, нету устроиться. Сегодня продавец, завтра это предприятие закрылось, зарплату не платят, молодежь уходит. Кормить нечем семью. Разваливайте семьи молодые. Спасибо. Понятный вопрос, наверное, да? Понятна проблема помощи в трудоустройстве. Есть у нас какие-то программы по поддержке? Действительно, да, такая проблема существует, она действительно есть. И, понимаете, молодежная политика, она находится на стыке и взаимодействии с разными ведомствами. Есть же профильное министерство, да, которое занимается вопросами трудоустройства. И можно говорить о том, что на самом деле в настоящее время в нашей стране меняется вот определенная система, да. Система трудоустройства, система помощи. Система вообще взглядов, да. То есть, когда я общаюсь в молодежной аудитории, я спрашиваю, поднимите руки те, кто уверен в том, что если он получит достойное образование, это говорит о том, что у него завтра будет постоянная работа. Чаще всего молодые люди хотят устраиваться на бюджетные места. У него дальше все сложится замечательно. Я думаю, рук не очень много. На самом деле люди действительно верят в то, что достойно полученное образование дает им своего рода такой фундамент для его успешной дальнейшей жизни. Но нужно, конечно, понимать, что демографическая ситуация нас подводит к такой системе, когда людей, работающих, будет гораздо меньше, чем тех людей, которые получают социальные пособия, пенсии и прочее. Не зря же говорят о повышении пенсионного возраста. Да. И о пенсионном возрасте говорят. И плюс еще необходимо сейчас очень четко понимать, что бюджетных мест не будет увеличиваться. То есть, они будут сокращаться. И вот если сейчас говорить вот в целом о молодежной политике, о том количестве форумов, которые проводятся, все это делается для того, чтобы молодые люди могли попробовать себя, скажем, в первоначале социальной, социально одобряемой деятельности, получить поддержку своих проектов для того, чтобы в дальнейшем иметь опыт самостоятельного, получить в первую очередь опыт, а во-вторых, для того, чтобы сформировать, ну вот, наверное, свой маленький капитал, может быть, для того, чтобы потом открыть свое предприятие или производство чего-то. Но уже опираться и надеяться вот на свои усилия, на свои способности, на свой опыт. То есть, вот первоначально это вот такая вот цель. Но все же все-таки все предприниматели не смогут стать. Какие-то программы есть вот по помощи молодежи, чтобы вот, ну, именно по трудоустройству? Совместно, может быть, с Министерством труда и занятости? Что-то проводится? У нас вот все дело в том, что мы же не можем перекликаться, да, по своим функциональным обязанностям. У нас есть свое направление. Безусловно, вот если даже рассматривать трудоустройство школьников, да, ребят, которые хотят в свободное от учебы время, уже в летний период подработать. И родители хотят трудоустроить, ребят, и кто-то из ребят хочет сам трудоустроиться. Но бесспорно, то законодательство, которое существует сейчас в нашей стране, оно, наверное, не очень привлекательно. Как для работодателя, когда ребенку нужно платить огромное количество ограничений. Ну, там очень много, да, очень много ограничений по труду. То есть, на самом деле, устроиться на работу не так просто. Что делаем мы для того, чтобы вот формировать вот эти трудовые способности? Они должны все-таки, трудовое воспитание должно быть, да? Ну, конечно, сейчас же всем требуется опыт. Да, если Вячеслав Александрович Лабузов вот говорит, да, что сейчас есть возмущение родителей за то, что там доску заставляет учитель вытереть, да, то есть, есть какие-то такие вот перекосы. В том числе, мы слышим вот такой вопрос, когда человек говорит о том, что необходимо и трудоустраиваться, формировать эти трудовые навыки. Вот мы на протяжении несколько лет поддерживаем наше муниципальное образование, где специалисты органов по делам молодежи формируют трудовые бригады из несовершеннолетних подростков, которые занимаются социально такой одобряемой деятельностью на благоустройстве, на ремонте школы. И в этом году в связи с тем, что, в общем-то, год кризисный, у нас удалось и в трудовых лагерях, и в трудовых бригадах у нас было задействовано около тысячи вот таких вот школьников. Цифра может быть небольшая, но поверьте... В нынешних условиях, мне кажется, все вполне. Да. И следующим этапом, это все знают, что действуют и есть студенческие трудовые отряды, которые ребята уже в этом году, да, вот у нас три тысячи молодых людей выезжают на работы. Это и сервисные отряды, это и сельскохозяйственные отряды, это и педагогические отряды. То есть это целое такое молодежное движение, которое тоже накапливает опыт и имеет возможность зарабатывать. Вот таким вот образом, да, у нас вот строится вот это взаимодействие по трудовому воспитанию молодежи. Ну, я, кстати, сам старший классик с помощью вашего департамента устраивался на работу в летний период. Есть у нас телефонный звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, как вас зовут? Монаваржан Султанович. Да, вы откуда звоните к нам? Саренбурга. Отлично. Ваш вопрос, пожалуйста. Вот, значит, у меня племянник, я его не устроил, помог учиться железнодорожным техникам. У него зрение заранее было низкое, достаточно, но его взяли на работу, а теперь ему говорят, что он не может работать железнодорожником, которым он хочет стать. Понятно. Спасибо за вопрос. Наверное, не совсем по вашему профилю. Телефон телезрителя, в любом случае, есть на студии. Я думаю, что можно будет связаться с профильными службами и попробовать ответить. Про трудоустройство поговорили. Какие еще, с какими проблемами еще к вам приходит молодежь? Что беспокоит наше молодое поколение? Наверняка еще много чего. Ну, бесспорно, да. То есть можно говорить дальше о том, что существуют и проблемы, и есть такая необходимость проведения профориентационных мероприятий. Именно нужно, наверное, это делать с 5-6 класса для того, чтобы молодые люди задумывались о своей специальности. И уже вот с 5-6 класса, где-то с 11 лет они узнавали, с чем связана будет их дальнейшая деятельность. Если она будет меняться, это нормально. Хуже, когда молодой человек получает одно высшее образование, потом понимает, что это не его, получает второе, третье образование. То есть хорошо, если это такой вот рост развития в одной, скажем, сфере. А если это, конечно, кардинально, то, наверное, это вот... Ну, такие случаи бывают? Ну, бывают, конечно. Я сама имею два высших образования. Ну, как-то вот увлекло меня психологию, молодежная политика. Вот. Есть телефонный звонок, давайте выслышим телезрителей и опять вернемся к проблемам молодежи. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Меня зовут Екатерина Гвоздева. Знаете, вот я слышала, что департамент проводит профильные смены для школьников в период каникул. Скажите, как ребенок может стать их участником? Спасибо, Екатерина. Да, расскажите, что за смены. Да. Профильные лагеря и профильные смены – это возможность для того, чтобы собирать ребят вместе и, в общем-то, реализовывать приоритетные направления, которые направлены вот на молодежь, на ребят. И мы организуем профильные лагеря, взаимодействуем с Министерством социального развития. Нам предоставляются сертификаты на отдых детей. Для родителей это будет бесплатно. Для того, чтобы получить возможность отправить ребенка в лагерь, который организуется по линии Департамента молодежной политики, достаточно обратиться в муниципальное образование к специалисту органов по делам молодежи, либо сформировать свое понимание, в какой лагерь ребенка хотят направить, потому что программа этих профильных смен, профильных лагерей у нас оформляется и размещается на нашем сайте «Молодежь 56». И ребенок в возрасте от 12 лет, школьного возраста от 12 лет до 17 лет, сможет стать участником наших профильных смен. К тому же мы проводим эти профильные лагеря во все куникулярные периоды, то есть это и осень, и зима, и весна, и лето, естественно. Кроме того, мы с 2015 года располагаем своей базой отдыха, которая, центр у нас создан на базе лагеря «Янтарьф», который находится в Оренбургской области, вот в загородной зоне отдыха «Дубки». То есть здесь у нас никаких проблем, никаких препятствий нет для того, чтобы ребенка оздоровить, направить в наш лагерь. Я думаю, одного участника у вас станет уже скоро больше. Мы же, коли заговорили о мероприятиях, вот на мой взгляд, достаточно много сейчас молодежи уделяется внимание в плане проведения каких-то мероприятий, каких-то слетов, каких-то вот таких интересных активностей. Вот что за последний год мы увидели, и может быть, какие-то планы вот на год ближайший? Расскажите нам. Не касаясь форума Евразии, а где я на нем поговорю? Да. Ну, все дело в том, что форумные вот компании, вот эти массовые, да, молодежные, то, на каком уровне они организуются, а сейчас в настоящее время создана определенная вертикаль. То есть это и муниципальные форумы, и областные форумы, и окружные, и федеральные. Вот тематика этих смен, тематика направлений этих смен позволяет действительно привлекать молодежь, которые разных возрастов совершеннолетних, да, с 18 лет до 30 лет, если молодые ученые, это до 35 лет. И молодые люди могут участвовать вот в этом неформальном таком получении знаний, получении опыта. И плюсом еще участие во всероссийских форумах позволяет ребятам поездить в разные регионы, по той причине, что федеральные форумы проводятся на всей территории нашей области, от Калининграда, да, и Турупа, Дальнего Востока, да, то есть и разделены по определенным тематикам. И в 2016 году наши молодые люди в количестве 1 700 человек были вовлечены в это форумное движение. Со всей области? Со всей области. И я уже говорила, да, что это возможность получить опыт. И самое главное, что ребята имеют возможность общаться с первыми лицами нашего государства, нашей области, задавать напрямую вопросы и действительно готовить проекты, выставлять их на конвейер-проект, где идет доработка своих первоначальных таких инициатив для того, чтобы получить грантовую поддержку. И в этом году со всех форумов, получается, у нас поддержано 11 проектов на общую сумму 2 миллиона 700 тысяч. То есть это действительно хорошая сумма для того, чтобы молодые люди реализовали свой проект, получили первый опыт. Дорогого стоит. В прямом и в переносном смысле. И очень интересные проекты, очень интересные инициативы. Вот недавно приходила в педуниверситет, да, бегают по педуниверситету школьники. Я говорю, что такое происходит? Почему у вас школьники? А у нас... Наталья, давайте сохраним интригу, расскажем после телефонного звонка, что же там бегали школьники по педуниверситету. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Да, представьте, пожалуйста. Зовут Эдуард Будейкин. Вопрос Натальи Валерьевны. А как вот проводится мониторинг вопросов молодежной политики у жителей села и, допустим, областного центра и крупных городов области? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот она говорила, что в шестом-седьмом классе человек должен определиться с спецификой своей профессии. Я думаю, что это очень неактуально, потому что сейчас в течение года уже не знаешь, что будет завтра. Тяжело планировать. Эдуард, Эдуард, а что вы имеете в виду по мониторингу вопросов? Как это работает? Мониторинг – это когда жители, допустим, села что-то могут предложить, и жители города могут предложить. У них немножко акценты разные. Понятно. Спасибо. Спасибо. Как работа выстраивается с сельскими жителями, с сельской молодежью? На самом деле мы не выделяем какие-то муниципальные образования, город это или район. По той причине понятно, что условия, может быть, где-то и не равны, но нам важна инициатива молодежи. Если она исходит от села или от города, это же не важно. Главное, чтобы действительно возникали такие идеи у молодых людей. То, что… Второй вопрос… Ну, о том, что слишком рано проводить профориентационную работу в пятом-седьмом классе. Тяжело прогнозировать даже. Это, наверное, такое свободное время у ребят. Вот в настоящее время, когда уже с девятого класса они активно сдают ЕГЭ, то есть, на самом деле, наверное, задумываться и искать себя действительно нужно сейчас. И в этом нет ничего плохого. На самом деле, настоящая профориентация раньше у детей проходила в семье, правда же, когда сын, ребенок находились… Да, уже какие-то первоначальные навыки получали. Да, первоначальные навыки, когда дети знают, чем занимаются родители, правда же. И когда дети начинают искать себя в той или иной деятельности, увлекаются этим для того, чтобы, наверное, уже, когда приходится выбирать действительно вуз, где ты будешь учиться дальше, ребята не садились к систему интернета, не забивали, сколько получает врач, опираясь на заработную плату, выбирали себе профессию. Потому что профессия, на самом деле, очень ответственна. Это такая жизненная перспектива, куда она тебя приведет. И сегодня, наверное, в шестом-седьмом классе нужно задуматься о том, а чем ты хочешь заниматься? Хочешь ли ты заниматься наукой? Хочешь ли ты быть великим ученым, который сделает мировые открытия? И, наверное, это действительно формируется в пятом-шестом седьмом. Ну, что-нибудь спидеть у нас достаточно активно, мне кажется, уже тот самый возраст, когда можно начинать. Ну, я с вами согласен. Есть очередной телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Да, представьте, пожалуйста. Яна Дургужина. Хотела бы сказать, в 2013 году мы оформляли сельский дом с господдержкой. А с 2008 года мы стояли, как молодая семья, обеспечением жильем в департаменте молодежной политики. Дело в том, что так как мы брали земельный участок в договоре аренды в департаменте строительства и земельных отношений, и в 2014 году условие договора было, чтобы выкупить землю, для того, чтобы выкупить землю, нам нужно было дом быстрее построить. Мы его построили, и нас автоматически сняли с этой очереди. Как нам быть? Да, действительно, вот обеспечение жильем молодых семей это тоже один из приоритетных таких вопросов в реализации государственной молодежной политики. Вот тот вопрос, который нам задал телезритель, он, конечно, очень частный, и невозможно его вот ответить на него сейчас, потому что я бы, конечно, адресовала к нашим специалистам, для того, чтобы... У нас контакты есть, у нас редакция, да, можно будет связаться. Да, да, потому что какие-то вот такие частности... Ну, Шиполь, затронули вопрос, как у нас дело с обеспечением жильем обстоит, с молодежью? Ну, все дело в том, что программа существует, она у нас существует с 2003 года, и за это время у нас 11 тысяч молодых семей улучшили свои жилищные условия. Наверное, жилищные вопросы всегда стояли перед молодежью и, в общем-то, являются одним из проблем, потому что и правительство нашей области понимает, что нелегко сейчас приобрести жилье самостоятельно. Но вот такая мера поддержки была поддержана и проводится в правительство Марианбургской области, и то количество семей, которые стоят сейчас на учете, говорит о том, что это действительно остается еще проблемной такой задачей. В настоящее время у нас стоит 32 тысячи молодых семей на учете, и программа реализуется при взаимодействии, при слиянии средств федерального бюджета, областного бюджета, муниципалитетного также принимают участие. Вот в 2016 году мы получили федеральные средства в размере 159 миллионов на реализацию этой программы, и сертификаты на улучшение жилищных условий получат у нас 615 семей в этом году. Приоритетная, ну то есть у нас есть ряд выплат, да, то есть основная выплата, которая имеет свою систему расчета и складывается из 40% от расчетной стоимости жилья. Приоритетом пользуются семьи многодетные по количеству детей и семьи, и подать постановки на учет. Также у нас имеются две социальные выплаты для семей, которые, так скажем, конкурентно способны на рынке труда, которые имеют доход. Молодые специалисты. Это две социальные выплаты, которые называются на погашение части стоимости жилья, и вторая социальная выплата в случае рождения или усыновления ребенка, когда семья начинает нуждаться в улучшении жилищных условий, и вот там есть тоже своя система расчета, и предоставляются вот такие социальные выплаты молодым семьям. Что ж, будем надеяться, что все семьи получат рано или поздно свои жилые квадратные метры. Наталья, хотел бы поговорить, знаете, о международном фестивале молодежи студентов, который пройдет в Сочи в следующем году. Я знаю, что наша область активное участие принимает в его подготовке, но у нас есть небольшой сюрприз для вас. Мы связались с участником 12-го международного фестиваля, который проходил в Москве в 1985 году. У нас на связи Анатолий Георгиевич Попов. Сейчас он заместитель и руководитель аппарата общественной палаты, а тогда был студентом и участвовал в 12-м международном фестивале молодежи и студентов. Анатолий Георгиевич. Да-да. Добрый вечер. Слышите нас хорошо? Добрый вечер, да. Анатолий Георгиевич, расскажите, как проходил фестиваль в 1985 году, второй тогда, который проходил в нашей стране. Какова была организация, какой был масштаб? Я должен сказать, что фестиваль остал очень неглядимое впечатление в жизни молодежного движения, поскольку на фестиваль Москву прибыли делегации из 150 стран мира. Количество делегатов было очень большое, 21 тысяча, из которых 19 тысяч – это иностранные делегации, и 2 тысячи – это делегации Советского Союза. В фестивале готовились задолго до того, как он начался. Фестиваль был приурочен к 40-летию со дня побед Великой Отечественной войны. Поэтому он определял основную тему этого фестиваля. Тема фестиваля была борьба за мир, дружбу, за мирные инициативы, за дружбу между молодежью. Поэтому все мероприятия, которые были проходили, они были организованы очень интересно, было очень много общений. На фестиваль присутствовали, участвовали в его работе почти 15 тысяч иностранных туристов, около 16 тысяч туристов из нашей страны. Мероприятия проходили очень насыщенно, каждый день отмечался событие этой дискуссии, круглые столы, мероприятия спортивного характера. Поэтому много интересных впечатлений, которые остались в памяти и показали силу и красоту молодежного движения в нашей стране. Антон Георгиевич, удалось ли обзавестись друзьями за границей? Да, у нас были хорошие встречи. Встречи были с молодежью ГДР, Кампучи, Чехословакии. Это были официальные встречи в клубе, их делегат, которые проходили в Москве. Было много встреч с Латинской Америкой, с Кампучи, с Вьетнамом. Эти встречи, они как-то обогащали всех участников теми событиями, которые проходили. Мы узнали много нового о том, как живут. Я думаю, что такое же впечатление, самые добрые впечатления получили и гости нашей страны, и иностранных государств. Антон Георгиевич, последний вопрос, не будем вас больше отвлекать. Скажите, охотно иностранцы ехали в Советский Союз? В принципе, ситуация у нас была несколько похожа. Определенные санкции какие-то были наложены, война в Афганистане, и побаивались Советский Союз, откровенно уж говоря. Ну, если честно говорить, я посмотрел еще очень внимательно всю подготовительную работу, которую проделал Крайний комитет комсомолов и подготовки. Поскольку это был молодежный комитет, который официально проводил это мероприятие, были, во-первых, вопросы, которые волновали и советское руководство комсомолам, о том, что в равной степени ответственности за гонку вооружений возлагались как на Соединенные Штаты Америки, так и на Советский Союз. Тогда остро поднимался вопрос о сионистском движении, о том, что у нас нарушаются права и прочие, прочие и прочее. Но к чести надо сказать о том, что ни в одной резолюции этого фестиваля, а их таких было мероприятий много, подобной мотивировки не прошли, а попытки такие были. Спасибо. И последнее, что меня всегда смущало и в то время, а сейчас наиболее остро, когда в один из дней фестиваля было посвящено 40-летию Победы, и те, кто выступали от иностранных государств, от Соединенных Штатов Америки, и англичане заявляли о том, что благодаря только их усилиям победили фашизм. Это была очередная попытка ревизировать уроки Победы. Спасибо, Анатолий Георгиевич, за такой подробный, интересный рассказ, участник 12-го международного фестиваля молодежи и студенчества. Спасибо, Анатолий Георгиевич. Наталья, давайте выслушим телефонный звонок и перейдем уже к обсуждению фестиваля, который будет в этом году в Сочи. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Суворова Юля, я звоню за грузового. У меня такой вопрос. Я с 2009 года стояла на очереди по молодой семье с ребенком. В 2014 году у меня родилась дочка, и сейчас по исполнению возраста 35 лет меня снимают с очереди. У меня вопрос, почему я с двумя детьми не в приоритете? Спасибо, Юля. Спасибо. Ну, опять вопрос о жилье. Наверное, снова нужно обращаться к специалистам. Да, давайте мы отправим к специалистам. Это телефон наших специалистов 30 12 68, для того, чтобы предметно уже поработать с каждой семьей, посмотреть по базе, что там происходит. В принципе, вопросов по жилью, наверное, достаточно много. Вернемся к нашему фестивалю, который пройдет в Сочи. Это будет 19-й международный фестиваль. 19-й, да. 19-й международный фестиваль молодежи и студенчества. Как наша область участвует в подготовке? Какая делегация у нас поедет? Будут ли вот участники от Оренбуржа? Да, я тоже хочу сказать огромное спасибо Анатолию Георгиевичу. Очень хорошо рассказала, столько цифр помню. Да, да, да. И нам очень важен вот тот опыт, который владеют участники 12-го фестиваля. И хочется сказать, что действительно, какое было мудрое решение обратиться во Всемирную Федерацию молодежи и студентов с просьбой провести в 2017 году этот фестиваль в нашей стране. Это сделано было, инициатива в первую очередь исходила от нашего президента Владимира Владимировича Путина. И действительно, мы принимаем, Россия принимает фестиваль в третий раз. И даты такие вот всегда фундаментальные. То есть первый фестиваль, который проходил в Москве в 57-м году, это было 10 лет именно с проведения первого фестиваля. В 85-й год. В 85-й год, 12-й фестиваль, это был юбилейный год 40-летия Победы. И 19-й, получается, фестиваль, это 70 лет вообще фестивальному движению. Это, в общем-то, как вы отметили, да, тоже такие неспокойные годы. И тогда, когда вот 15-й, 14-й год на нашу страну вот буквально нас обливали грязью, это действительно такая возможность привлечь молодых людей с разных стран, показать, какие мы. Поэтому цель, она не новая. Это цель действительно консолидация вот молодых людей, которые настроены на мир. Чтобы помнили наш вклад в победу с фашизмом, как минимум. Да, и действительно вот то, что предстоит в 17-м году, этот фестиваль, к нему готовимся уже заранее. В каждом регионе создан региональный подготовительный комитет, который будет заниматься отбором участников, который будет формировать именно волонтерский корпус. И Оренбургская область примет участие. Будут 100 человек от Оренбургской области поедут на этот фестиваль. Уже определяется, кто это будет? В настоящее время идет регистрация на сайте russia2017.com. Ребята должны пройти регистрацию. И сейчас пользуюсь вот этой возможностью, что мы находимся в прямом эфире. Я хочу обратиться к молодым людям. Вот если кто-то думает, участвовать, не участвовать, это кто-то. Участвовать. Это событие где-то там, да. То есть это событие для вас, это возможность для вас побывать на этом фестивале. Он будет проходить в октябре 2017 года в городе Сочи, в Олимпийской столице. Надо регистрироваться. Отбор будет проходить в несколько этапов. Это очное, заочное собеседование. И на самом деле это действительно грандиозное событие. И к нему готовимся заранее. Старт заявочной кампании был дан на нашем международном форуме, который Евразия проходила на территории Оренбургской области. Его и называли таким стартовым мероприятием, по сути. Стартовое мероприятие. И, в общем-то, наш вот этот вот форум Евразия, он является, он входит в календарный план Всемирного фестиваля молодежи и студентов. И, в общем-то, награждались даже, становились участниками ребята, которые разрабатывали кейсы, программу фестиваля. Они уже стали участниками, награждены значком. И они примут участие. И, как предполагается, это будет наиболее массовое такое мероприятие для среди, вот вообще из всех фестивалей. То есть предполагается, что это будет 25 тысяч участников, 15 тысяч молодых людей со всех регионов России. И принимать будут участие иностранные делегации. Ориентировочно это 10 тысяч участников из 150 стран мира. В настоящее время проходит сейчас в Намибии вторая конференция по подготовке к фестивалю, где утверждается... Это очень широкая география. Принимают участие в Намибии 30 стран. И в настоящее время идет защита программы. А программа действительно очень интересная по той причине, что там предусмотрены и фестиваль кино, и фестиваль циркового искусства. Ряд площадок дискуссионных, которые будут направлены по дням. То есть это и всемирная сеть интернет, это и экология, это и патриотическое воспитание, это и форумное движение вообще за все 19 вот этих форумов будут представлены. Обширная такая программа, здорово было бы, наверное... Грандиозная. Да, пригласите Анатолия Григорьевича, я думаю, он бы оценил организацию. Вынуждены просто вас перебить, совсем мало нас времени осталось. Пошло время подвести итоги нашего интерактивного голосования. Итак, сегодня мы у вас спрашивали, какое направление, какой поддержки требуется от государства молодежи. Трудоустройство, обеспечение жильем или же реализация инициатив. И вот все-таки большинство наших проголосовавших считает, что основная проблема для нашей молодежи это с обеспечением жильем. А с инициативой, видимо, у нас все хорошо. Собственно говоря, проголосовал очень мало, ну, относительно мало телезрителей. Ну и, собственно говоря, из нашего разговора и видно, что молодежная инициатива у нас реализуется очень хорошо. Это была программа «Обратная связь». У нас в гостях была Наталья Борисова, заместитель директора департамента молодежной политики Оренбургской области. Сегодня мы говорили о студенчестве, проблемах молодежи. И разрешите еще раз вас тоже поздравить с Международным Днем Студента. Это, в общем-то, наш такой общий праздник. Спасибо, что смотрели нас. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин